МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача беседы с батюшкой, ведущей Клипылинский. Сегодня у нас в гостях священник Александр Зайцев, клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Здравствуйте, Глеб Борисович. Благословите наших телезрителей. Здравствуйте, вас, всех работников студии и всем нашим зрителям. Передаю вам Божие благословения. Пусть Господь всех нас благословит. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи – «Воля и вера». Если эта тема вас заинтересует, то, пожалуйста, звоните к нам в Санкт-Петербург. Код города 812, телефон 677-6244. Пожалуйста, звоните, будем очень рады вашим знаком. Дорогой отец Александр, конечно, тема «Воли и веры» – тема действительно интересная, сложная, потому что вообще даже в принципе разобраться в том, что такое воля, уже это целая передача, потому что воля бывает разная. Воля Бога, воля человека, волевое усилие, воля от врага человеческого и так далее. То есть очень много понятий. И тут, конечно, вспоминается эта история спора Платона и Диогена по поводу того, кто на самом деле человек. И вот я не буду приводить всю эту историю, но смысл ее заключался в том, что попробовать разобраться в том, что такое человек. Ну, буквально века люди употребили своих усилий, умственных усилий для того, чтобы понять, что такое человек и в чем же все-таки его отличие от скота. Ну и да, воля во многом определяет человека, отделяет его понятие человека и животного, но при всем при этом оказывается, что в этом волевом поступке человеческом тоже можно быть, что называется, и в каком-то заблуждении. Так вот, воля. Что такое воля? Ну, воля — это, в первую очередь, конечно, дар Божий. Это свойство души человеческой, неотъемлемое свойство души. Причем не просто воля, а это свободная воля, что во многом отличает, уже отличает человека от всего другого творения и твари. Ну, конечно, в большей степени отличает человека от животных, допустим. Это, конечно, наличие бессмертной души. Это разум, умные способности. Да, это, конечно, в первую очередь. Но воля, воля, конечно, тоже. И вот вы уже две воли упомянули, да, совершенно правильно, что есть воля Божия, есть воля человеческая. Но вообще-то в Божьем мире и внутри нас, как вовне, так и внутри, действуют как бы три воли. Вот это воля божественная, воля человеческая и воля демоническая, злая. Вот и в этом как бы и вся уникальность человека, что он всегда стоит перед выбором, куда свою волю направить. В данном случае вера, вера, она является таким неким вектором для того, чтобы правильно направить волю. Потому что вера, она всегда имеет какое-то направление, она на что-то нацелена. Вот. И именно она направляет волю в то или иное русло. В правильное, неправильное. Вот вы тоже упомянули. Иногда и во зло, да, бывает направлено на воля человеческая. И вот наша задача, конечно, опять-таки подчеркну, свободная задача – это приложить, правильно приложить свою волю, сложить ее, соединить органично, соединить с божественной волей. Именно тогда человек раскрывается, раскрываются все его свойства, все способности души. Потому что, если, допустим, воля Божия имеет абсолютный смысл, так же, как Господь есть абсолют, это вечное, вечные качества присущие Богу, так же и воля Его, она абсолютно вечно, неизменно, она абсолютно добра. Дьявольская воля имеет, конечно, уже относительное существование, потому что понятно, что воля падших духов, она тоже зависит от Бога. И когда-то эта воля прекратится, и наступит конец, неизбежно. Каким образом, это уж Господь только знает. А воля человеческая, вот в этих двух, между этими двумя пулюсами, она такая вот колеблющаяся, она достаточно неустойчивая сама по себе, она имеет малоустойчивости. Человек приобретает, как я уже сказал, обретает смысл своего существования только тогда, когда он добровольно, свободно, в любви к Богу, в стремлении к собственному совершенству, и в стремлении к гармонии, и в стремлении к соединению с Господом, он эти воли совмещает. И тогда наша задача, она становится выполнимой, наша человеческая задача. Уникальная задача, которую мы здесь выполняем, все как странники Божьи в этот мир мы пришли, чтобы выполнить свою функцию, нести добро в этот мир, Божьи дела творить. Человек – это сосуд, он сам по себе, он почти ничто, мы все-таки прах. Но, как только мы открываем сердце для наполнения божественной волей, вот тут и человек, его личностные качества, они исполняются. Дорогой отец, хорошо, когда мы приходим к этому пониманию о том, что исполнение и наполнение себя, и предание себя в руце Божией, в его волю – это путь спасительный. Но ведь, когда мы совсем молодые, когда там, что называется, 15-16, кажется, что… А бывает и больше. Да, ну да, ну вообще, во всяком случае, когда вот период становления такого, такой самой настоящей юности, в нас очень много всяких вопросов, и мы пытаемся на них найти ответы. Но в этот момент, конечно, не у каждого из нас, во всяком случае, в моем времени, найти и прийти к Богу, да вообще просто прийти в церковь – это был, ну такой, ну, наверное, путь и подвиг, наверное, очень редких людей. Но мы пытались понять, что такое, что происходит с нами. Непростой путь, как Достоевский говорил. Через многие искушения моя Асанна к Богу прошла. Да, но нам все время говорили, что вот надо бороться, надо тренировать силу воли. И по этому поводу тогда же появился такой анекдот – вот сила есть, воля есть, а вот силы воли нет. Так вот, сила воли. Я хотел вот на эту тему поговорить. Потому что, да, понимаю, вот воля, именно Божья воля, теперь для меня это понятная вещь. Но тогда, в общем, все мы говорили – сила воли. И вот сейчас мы часто говорим – «Имей силу воли ходить в храм, имей силу воли молиться, имей силу воли». И вот что же такое в этом случае – сила воли и вера? В чем, во-первых, в чем сила? А во-вторых, та ли это сила воли, которая нам позволяет, там, не знаю, делать гимнастику, тягать штанги и прочее? Ну, фактически, да. Потому что воля у нас одна. Та же, как, допустим, любовь у нас одна. Человек все-таки – это некая единица. И мы по замыслу Творца имеем качества, которые обычно измеряются вот в таким порядком – порядком единиц. И ту раздвоенность, которую мы испытываем, это уже как раз-таки последствия грехопадения. А Бог замыслил нас цельными. Поэтому воля у нас одна, любовь одна, вера одна. Другое дело, что да, как направить волевые усилия, куда они направлены? Конечно, они могут понадобиться спортсмену для достижения каких-то результатов. Они могут понадобиться ученому для того, чтобы корпеть за столом, да, сила воли. Ученику делать уроки? Делать уроки ученику. Да все, что угодно, да, все, что угодно. Но, безусловно, и очень важна эта воля тогда, когда мы начинаем заниматься духовной работой, духовной жизнью. И даже она в каком-то определенном смысле она даже больше здесь нужна. Потому что когда ученик делает домашнюю работу, там все понятно, задача ясна. Вот нужно от сих до сих вот это сделать. Завтра тебе это отвечать, завтра тебе это сдать, сдавать. Ученого там тоже самое, у предпринимателя тоже. Его подстегивают обстоятельства. Если он вот что-то сейчас не сделает, он просто потеряет деньги там. А то и вовсе разорится там, все что угодно. А в вопросах веры, как иногда мне кажется, мы слишком свободны. Интересно. Мы слишком свободны. Очень. Даже иногда хочется, Господи, ну хоть бы ты нас принудил, что ли, хоть чуть-чуть. Но нет. Нет. Господь не принуждает абсолютно. И вот здесь как раз собраться, собрать волю в кулак и направить ее на молитву, на доброделание, на подготовку к причащению, на дела милосердия и так далее, бывает сложнее. Потому что никто нас не подхлестывает. Здесь свобода у нас просто страшная. Страшная свобода. Я сейчас вот хочу вас, что называется, остановить на этом моменте, потому что у меня очень хороший будет еще вопрос по этому поводу. Но сначала мы примем телефонный звонок. Нам звонит Юлия из Москвы. И у нее есть вопрос. Юлия, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот, батюшка, вы только что сказали, что мы страшно свободны. Вот, знаете, я хочу согласиться с этим. У меня был выбор такой серьезный, да, за мужество. И я очень просила Господа, Господи, вот только твоя воля. Меня вообще не слушай. Пожалуйста. Вот как ты хочешь, пусть так и будет вот моя жизнь. И все равно Господь поставил такое положение, где нужно сделать свой выбор. Видимо, чтобы потом ты Господу не роптал, не говорил, что, вот это не я выбрал. Вот, это просто маленький комментарий. Вопрос у меня, знаете, в чем? Ну, все говорят, что Бог создал человека для любви, счастья, вечного блаженства. И даже в этой жизни, да, Господь не хочет, чтобы мы страдали. Это логично. И если я прошу воли Божьей ради того, чтобы мне в этой жизни было легче спастись, есть ли в этом лукавство? И вообще, правильно ли я рассуждаю, что это самый именно легкий, лучший, счастливый путь спасения? Юлия, спасибо за вопрос. Да, Юлия, спасибо вам, да, и за вопрос, и за вашу реакцию. Но вы знаете, я сразу хочу поправить, потому что это, знаете, конечно, Бог совершенно не заинтересован и не желает страданий ни человеку, ни творению, потому что вся тварь страдает. И животные в том числе, даже насекомые. Ну вот, все творение, оно погружено в страдания, и это последствия грехопадения, и от этого никуда не деться. Поэтому, конечно, Бог-то не желает страдания. Страдания мы сами на себя вовлекли, потому что согрешили. Согрешили когда-то в лице прародителя Адама и Евы, согрешаемые сейчас. И только через нас самих умножается зло через человека. Я уже говорил сегодня, что человек – это проводник, или сосуд, как можно сказать, разными словами. И когда мы начинаем проводить через себя зло, когда мы свою волю, разговор, то о воле у нас все-таки слагаем со злой волей, с демонической волей, то, конечно, не только умножается грех, умножается страдание. И вот, понимаете, конечно, бежать от страданий не нужно. Господь не хочет страданий, но Он вынужден пока это принять, так же, как мы это принимаем. Потому что, знаете, очень важно, что понять, что когда Бог приходит в этот мир, Он страдает. Иисус Христос пришел в этот мир, Бог пришел, и Он страдает в этом мире. Он берет на себя именно страдание. И через страдание, искупительную жертву, Он нас спасает. И мы, следуя за Христом, тоже идем путем страдания. К сожалению, такова данность этого падшего мира. И тут никуда не денешься. Поэтому в страдания нужно смотреть трезво и спокойно. Ну, спокойно, понятно, по мере наших сил. Конечно, безусловно, мы все равно где-то как-то пытаемся уйти, уменьшить это, уйти от этого. Но если мы будем по-христиански трезвы, то мы, конечно, будем смотреть мужественно в этот мир. Мужественно смотреть. Потому что страдания, они вокруг. Посмотрите сейчас, что творится в мире. Сколько страданий. Люди умирают от инфекций. И войны, локальные войны продолжаются. Сколько страданий? А 20 век. Это же страшно просто подумать. Это какие-то гекатомбы жертв. Всевозможных жертв. Просто ужасаешься. Смотришь, когда наш мир становится страшным. Поэтому не надо бояться страданий. Надо понимать, что каждому из нас чаша уготована. И мы должны ее испить в своей жизни. У каждого она своя. У каждого по силам. Ну а по поводу вашего впечатления о том, что вы хотели как-то так по-своему поступить, а воля Божия все равно настигла. У меня вот есть очень интересный пример, который есть в Отечнике. Некие старцы, собравшись, согласились представить патриарху, некого Ава Исаака для рукоположения в священнике. Ава Исаак не хотел быть пресвитером. Он убежал. Он убежал. Бежал в Египет, скрылся в поле и лежал в траве. Спрятался в траве. Отцы, которые его искали, они оказались тоже на этом поле. Ночевали. Наступила ночь. А утром осел этих отцов, он бродил по полю и пришел к тому месту, где спал Ава Исаак. И остановился там. Отцы пошли за ослом, нашли Ава Исаак. И когда Исаак, глядя на этого осла, понял, что от воли Божией ему не уйти. Они уже хотели его связать. Знаете, раньше, как в древности, было просто все. Ты не хочешь пресвитер, мы тебя свяжем и все равно привезем. А он уже говорит, не надо меня вязать. Я уже не убегу. Вижу, что на то есть воля Божия, и мне не уйти от нее. Вот такая покорность воли Божией. Но это такая, знаете, покорность от вышних, скажем так. Он не покорялся воле Божией из лучших побуждений. Он просто по смирению сам и не хотел принимать священный сон. И это такой благостный пример. Но страшно, когда мы бежим от воли Божией совсем не из высших побуждений, а просто потому, что не хотим ее принимать. Ну, я Иону Божию вспомнил, пророка, с его отказом от служения Господу. Да, да, очень такой яркий пример, да, действительно. А ведь целый город должен был спасти. Ведь не хотел, но спас. Но все-таки, да, они покаялись от проповеди Иониной. Хоть ненадолго, но наказание Божье отступило от неневитин. Да, ну вот очень вы хорошо сказали по поводу того, что иногда нам не хотелось столько свободы. Потому что я так сейчас вот слушал, когда Юля задавала вопрос, и мне казалось, вот показалось вернее так, что, может быть, я ошибаюсь. Но свобода воли, которая нам дается, ведь мы же, наверное, просто не умеем ей пользоваться. Мы не можем ее направить, когда вот дает нам Господь возможность творить, милосерствие и так далее. Мы не знаем, как пользоваться этим. И вот здесь-то как раз и возникает вопрос о том, насколько вера моя, ничтожная вера, потому что, ну, на эту тему можно долго говорить, но все равно ничтожная просто, ну, меньше горчичного зерна вот моя вера. И, наверное, воспитание этой веры может мне помочь пользоваться этой свободой. Но все равно иногда хочется сказать, что это будет воля твоя, но не моя. И так это должно быть. Но вместе с этим как научиться пользоваться той свободой, которую нам дает Господь? Ну, я думаю, что нас учит этому, сам Бог нас этому и учит, как направлять волю свою. Он нас учит в своем откровении. Ведь мы же... Ну, часто задается вопрос, а в чем воля Божья? А как исполнить волю Божью? А ведь это фактически почти тот же самый вопрос. То есть как свою свободу так использовать так, чтобы это было во благо, да? И воля Божья открывается в Писании, открывается в заповедях, вот в учении там святых отцов. Какой-то я фрагмент сейчас просто такой бытийный прочитал, но это тоже уже какое-то учение, да? Вот. Но самое главное, самое главное, все равно это внешнее. Это все равно внешнее. То, что мы там прочитали, пускай даже в Священном Писании, это Слово Божие, пускай даже это священное предание церкви, в которое мы погружаемся, когда входим в церковь, по-настоящему выцерковляемся. Не просто входим в храм и свечку ставим, а выцерковляемся, когда мы приобщаемся действительно к Христу, когда мы говорим, Господи Иисусе Христе, Ты Бог мой, Ты Спаситель мой, и мне от Тебя никуда не уйти, и без Тебя я ничто. Вот эти чувства, они начинают нас как раз и наполнять, нашу волю какими-то дополнительными силами. Но вот есть еще и внутреннее раскрытие, когда это те же самые слова Иисуса Христа, где вы ищете царство? Оно же внутри вас есть. Это те слова, которые, наверное, вот каждого из нас, когда мы когда-то, когда-то только начинали читать Священное Писание, наверное, они больше всего нас поразили. Лично меня эти слова особенно поразили, когда я читал первый раз Евангелие, потому что я это запомнил. Это было настоящим откровением, что царство Божие, оно не там, не там, не там где-то. А ведь такие мысли, они как бы есть. Там какие-нибудь сектанты, свидетели Иеговы до сих пор считают, что Бог на какой-то там Альфа-Центавра сидит, на какой-то звезде. Пусть не на облаке, на облаке как-то не получилось. Ну вот, на звезде сидит. А он здесь, все пути к Богу, к Царству Божьему, и в том числе к раскрытию воли Божьей, они тоже внутри нас есть. И только при кропотливой, усидчивой, практической работе над собой, через покаяние, самопознание, через смирение Духа, эта воля начинает у нас открываться, как некий источник. Вот он был дам, этот источник есть, но он у нас там завален, захламлен, там суета. Я уж не говорю про большие грехи, иногда даже сложно, что больших грехов нет, но этот песок мелких грехов, он забивает эти источники внутри нас. И пока мы это не расчистим, мы не поймем, что такое воля Божья. Даже читая Писание, мы можем все равно до конца это не понять, пока это останется внешним. Но как только опознание воли Божьей переходит в наше сердце, во внутреннюю суть, в антологическое богопознание, бытийное, настоящее, здесь и начинает раскрываться что-то. Это вода, этот родник, это живительная влага начинает питать человека, и у него же не возникает вопрос, а в чем воля Божья? А как мне поступить? А так, а так? Вот как у нас часто мучаются люди, приходят к освящению, они же спрашивают, что мне сделать в этом случае, что мне сделать? А иногда вопросы формальные, иногда это касается, ну, такой чисто светской бытовой жизни, пойти направо, пойти налево, да? И в таком случае я, например, говорю, постойте, вы меня спросите, тот вопрос, который касается закона Господня, заповедей Божьих, да? Я вам подскажу, чтобы не нарушить, а купите вы двухкомнатную квартиру или трехкомнатную, это ваше дело, это вы сами принимаете решение, помолясь и взяв благословение. Дорогой отец, у нас есть телефон за ног, нам звонит Елизавета из Гомеля. Здравствуйте, Елизавета, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер, Батя Шкалитович, Добрый вечер, Борис Александр, Глеб Борисович. Мне к вам такой вопрос, я уже давно думала на это задать. Знаете, раньше я читала, что есть три признака, самые близкие к концу света. Первый это признак, когда Матерь Божия покинет святую гору Афонию, а второй, когда засохнет маморийский дух, под которым отдыхала святая Троица. А вот, знаете, а третье я никак не могу вспомнить. Может, батюшка подскажет? Хотела бы, я уже третий признак не помню, уже забыла. Если можно, пожалуйста, подскажите. Ну, вы знаете, вот те признаки, которые вы назвали, они не являются догматическими. Это все-таки, знаете, это такое народное молва, которое, кстати, не оправдывается, потому что уже несколько лет как маморийский дуб засох. Я сам был как раз в это время, когда он там уже неживой, стоял на подпорках таких остатков. Говорят, уже это все рухнуло тоже. Ну, нашли какое-то утешение, оправдание, что вот какая-то поросль пошла. Вот это, мол, значит, вот это теперь маморийский дуб. Ну, это, конечно, вызывает только улыбку. На самом деле, это не является признаками последних времен или антихриста. А признаками является, например, то, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Вот такой признак – это евангельский признак. Действительно. Он, можно сказать, догматический признак. Но Евангелие, допустим, не проповедано по всему миру. Имеется в виду, как проповедано? Не просто, так сказать, что оно есть в магазине, а то, что оно донесено, что смысл его воспринят. А мы знаем, что, допустим, японцы, китайцы, у них степень просвещения евангельского, ну, почти нулевая. Такая единичная, скажем так. Наш, дорогой отец. Наши люди тоже часто… Да, и что уж говорить, даже православная Русь, и то трудно сказать, что Евангелие доведено до сознания масс, там, понимаете. Поэтому, вот, допустим, вот это является признаком. Ну, еще там Господь же называет, какие еще признаки, что будет, там, война, слухи военные, что там брат на брата, там, и так далее. Но это тоже такой признак относительный, потому что это было уже все, это постоянно повторяется в истории. Вот, допустим, наша революция тоже. Вот все признаки, как бы, они были налицо, поэтому, там, писатель Сергей Нилос, например, он однозначно был уверен, что это все. Конец света. Пришел антихрист, большевизм, Ленин – это антихрист, и все, все, конец близко. Но оказалось не так, видите, оказалось не так. Поэтому, знаете, вот эти, много всяких, ходят таких, знаете, рассказов, таких народных, якобы кто-то старец, там, что-то сказал. Ну, знаете, вот это, к этому надо всегда относиться аскетично, очень трезвенно. Знаете, так вот, ну, услышали, и не принимайте пока, не принимайте. Пускай полежит на полочке, время пройдет, возьмете с полочки, посмотрите, и сами убедитесь, что на самом деле это было не так. Так что, помоги вам, Господи, и давайте будем вместе молиться, чтобы эти времена не настали слишком быстро. Мы уже вспоминали сегодня Иону, когда люди каются, наказание отодвигается. Поэтому давайте будем приносить покаяние, и Господь милостив даст нам еще пожить. Да и потом вспоминаешься все время о том, что до тех пор, покуда совершаются литургии врата ада не одолеют церковь, потому что даже ведь вот иногда приезжаешь в какую-нибудь маленькую-маленькую деревню, в которой живет всего 100 человек, но приход 100 человек, потому что там все жители прихожане церкви. А у нас, если бы приходили в Петербурге в том же все живущие приходили бы в наши церкви, нам, наверное, нужно было не знаю, там в десятки, в сотни раз больше церквей для того, чтобы вместить всех желающих. Но наши церкви не наполнены. и поэтому у нас еще есть место и время для того, чтобы проповедовать Евангелие без страха. антихрист, он, да, он, понимаете, там сомнений не будет, когда он придет, никаких сомнений не будет, потому что он воссядет именно в церкви. Вот говорят, ну, в храме, говорят тоже, такой признак, что он воссядет в Иерусалимском восстановленном храме. Но на самом деле библеисты и библейская наука говорит о том, что вообще-то в откровении говорится, что он не в храме воссядет, а в церкви. А вы представляете, что это будет уже за церковь, да, где будет главенствовать ставленник сатаны? Ну, да. Да, это будет что-то такое страшное, жуткое. А мы сейчас, слава Богу, мы видим, что церковь наша святая православная, она является носителем благодати Божией и слава Богу. Живой, слава Богу. Слава Богу. Продолжая разговор о воле и вере, вот здесь возникает такое интересное взаимодействие, потому что вера наша, она все-таки воспитывается в течение всей жизни. Или бывает так, что человек отходит от веры, хотя и думает о том, что он верующий человек. И вот этот отход от веры, он, ну, что греха таить. Мы знаем примеры и много примеров таких знаем, к сожалению. Но вот здесь как раз хочется спросить вот о чем. Когда человек чувствует, например, чувствует, хорошо, если чувствует, что вот вера в нем гаснет, теряет он веру. Ну, это по-разному происходит и проявляется по-разному. Но может ли человек в этом случае предпринять какое-то волевое усилие для того, чтобы остановить это падение? Так не то, что может, а именно должен. И об этом святые отцы говорят. Я даже вот честно скажу и нашим слушателям, что я не знал, какие будут вопросы, но вот смотрите, вот, допустим, такую цитату из святого Марка, из Отечника тоже я приготовил. Само по себе забвение никакой силы не имеет. Имеется вот это забвение веры, о котором вы задали вопрос. То есть отход. Человек забывает. Человек забывает. Забывает первую любовь. Помните, как апостола Иоанна в Апокалипсисе, потому, что ты забыл первую любовь. Само по себе забвение вроде бы никакой силы не имеет, но его поддерживает наше небрежение. И чем его больше, тем забвение сильнее. То есть человек на самом деле начинает проявлять небрежение к вере. Вот ему был дан какой-то драгоценный сосуд. Он сначала возрадовался, он пил эту воду, а потом ему стало скучно, неинтересно. Он отвлекся. И расплескал. Как небрежение происходит от любви к удовольствиям, так и забвение происходит, от небрежения. То есть человек начинает возвращаться к своим удовольствиям прежним. Он начинает вспоминать старые привычки. Телевизор не смотрел, начал смотреть. А тут еще гаджеты появились, компьютеры. только вообще проблема очень серьезная. Очень многие жалуются на наши прихожане, что вот залипают там какой-нибудь там даже какой-нибудь там Яндекс Дзен. Просто вроде бы информативная строка. Но ведь суета сует и всяческая суета. И человек вот так ползает по этому и чувствует, что он опустошен. И в этом случае надо сказать тебе стоп. Потихонечку. стоп и вот не говори, что мне делать. Если я не хочу, а забвение, то есть ослабление веры приходит. Просто ты раньше помнил, что нужно делать, а теперь забыл и исказил. И начал совершать недолжное, говорит Святой Марк. Так что вспоминай, вспоминай, каким ты был и делай то, что делал раньше. Волевой усилии. Дорогой отец. А это безволен? Ну никак. Дорогой отец, у нас есть еще один телефонный звонок, там звонит Галина из Подмосковья. Галина, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Ну, может быть, не дождалась Галина. Прервалась связь, может быть, Может быть, да. Ну, если будет возможность, Галина, перезвоните. Да, вот это великолепный пример. просто иногда просто кажется, что невозможно все прочесть, что такое возможно. Но слава Богу, что у нас есть священники, которые умеют посидеть свое время тому чтению, которое пригодится нам, мирянам, для того, чтобы просто спросить, отче, а что вы думаете по поводу того? и вопрос, который соответственно прозвучал. Воля, наша человеческая воля, нам иногда кажется тоже не сказать, как бы сказать, не имеющая отношения к нашему пребыванию в церкви. Вот литургия сейчас скамеек нет, потому что прошло то время, когда у нас были скамейки, потому что слишком много было людей, поэтому сидеть уже не могут и все время стоять. Тяжелое дело, как же полтора часа постоять. В других-то в общем конфетях можно сидеть, но все для другого мессу. А у нас тяжело, нам нужно напрягаться для того, чтобы понять язык, на котором совершается богослужение. Нам нужно каким-то образом напрячься для того, чтобы молиться. Ведь эта молитва тоже волевое усилие. Вот звонила нас Галина, давайте мы ее примем, телефонный звонок. Галина, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. С усилением молитвы почти всегда учащаются напастье, разного рода неприятности, включая бытовые и прочее, много бывает их. А если еще и какие-то добрые дела стараешься делать, то они еще и сильнее. Почему так происходит, и как с этим бороться, и вообще можно ли бороться, и нужно ли бороться. Спасибо вам большое. Галина, спасибо за вопрос. Спасибо. Я бы сказал, знаете, иначе, надо быть к этому готовым всегда, потому что всегда какое-то доброе дело, если оно вызывает раздражение у лукавых и злых сил, оно, конечно, может получать в ответку, так сказать, какое-то неприятное действие. Может быть. Но иногда и мы как-то слишком, знаете, суеверно к этому относимся, иногда как-то можем тут притянуть того, чего и нет совсем. Вот какие-то обычные ряд каких-то бытовых неурядиц, проблем, в которые мы постоянно погружены фактически, то мы их так просто пропускаем, а здесь мы их раз и привязали. Привязали к тому, что мы там доброе дело сделали или помолились. Поэтому здесь, конечно, надо быть очень рассудительным, внимательным и поменьше об этом думать. Вы знаете, вот я, честно говоря, я никогда не думаю об этом. Я никогда не думаю. И я думаю, что любой христианин, он не должен думать об этом. Как отзовется наше добро со стороны темных, лукавых, злых сил. Мы не должны об этом думать, мы не должны этого бояться. Вот, допустим, там, старец Сюлан говорил, молиться за ближних, кровь проливать. Ведь это же об этом, да, что это трудно, молиться за мир, за ближних своих. Это не только трудно, но это и вызывает какую-то реакцию злых сил. Но мы должны быть к этому готовы. И не бояться этого никогда. Молиться за своих ближних и за себя, и совершать молитву искренне. И чем искренне мы будем молиться, тем надежнее Господь защитит нас от каких-либо нападок. Не надо бояться, не бойтесь. Прекрасный ответ, потому что действительно иногда кажется, что вот даже просто пост вызывает во время посады начинают какие-то такие искушения. Бывает, что просто да, действительно, не обращать внимания. Это хорошее-хорошее. Когда мы начинаем бороться, сразу появляется противник. А так, конечно, если человек не борется, нет и противника. Мы уже побеждены. Да. Так вот, я вернусь к своему вопросу по поводу литургии, по поводу того, что мы испытываем определенные сложности во время богослужения. И более того, чем человек моложе, тем оказывается сложнее ему, потому что я тоже помню, когда я только начал ходить в церковь, я никак не мог устоять на месте. Мне казалось, что у меня все просто болит, потому что хочется прислониться к стеночке. И только потом, несколько лет спустя, я уже выработал в себе навык, каким образом вообще в принципе стоять на долгих службах. но все равно здесь вот опять-таки необходимо волевое усилие или здесь нужно что-то другое, потому что если на литургии, помните эту фразу, лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах. Но при всем при этом, вот каким образом нам это вот соединить, как соединить молитву и неудобство телесное? Ну, знаете, зачастую мы больше страдаем от помыслов, чем от реальных вещей. Как-то по делам житейским мне пришлось, это когда у нас многодетная семья, и мы получили квартиру, пришлось вот эта долгая процедура, выписка, получение приватизации, знаете, до сих пор я вспоминаю эту... Как ужасно. И вот какой-то из этих организаций там два, три, пять, шесть часов люди стоят в очередях, а там в стульях раз-два и обчелся. И вот они стоят и смиряются, и стоят, и стоят. А когда речь идет о церкви, они говорят, а что это вы тут стоите, нам бы посидеть бы там и так далее. Поэтому здесь больше, знаете, от помыслов. Если человек начинает как бы думать о том, что вот мне неудобно стоять, а я бы присел, а присесть некуда. Знаете, вот эти помыслы больше рождают в человеке дискомфорт, искушение, нежели само неудобство, чем само по себе как бы событие какое-то. Кстати, это касается любых вещей. Я хочу нашим слушателям дать совет такой, потому что очень часто именно страдаем-то мы от помыслов, а не от каких-то конкретных проблем. Если бы мы справились с помыслами в отношении какой-то этой проблемы, то и сама проблема выглядела бы иначе, совершенно иначе. Ну, допустим, очень простой пример. Мужу кажется, что жена его плохо готовит. Ну, к примеру, да? Да. К примеру. И вот он все, у него начинается борьба помыслов. Она плохо готовит. Она плохо готовит. А вот там у нее еще какие-то недостатки. Там и то, и пятое, и десятое. А жена, оказывается, смиреннейший, святой человек. Ну, вот у нее есть маленький недостаток, но масса положительных качеств. Она терпит этого мужа, который раздражается иногда, может и поругать. Она все терпит. А он это вот не замечает. А вот помыслы, у него помыслы идут, и все, из этих помыслов может брак разрушиться даже. Семья может развалиться. Поэтому следите за своими помыслами. Если вы чувствуете, что они, как навязчивые мухи, начинают атаковать вас, значит, это от лукавого. Это та самая воля вражья, о которой мы сегодня говорили. И вот в чем отличие-то? Воля Божья, она, конечно, она абсолютно добра, она, это... Любовь. Это велико, это велико. Но она нежная. Она нас не насилует. Она нас ждет, она нас призывает. А вот дьявол-то он. У него-то воли там немного. А зато какой он наглый, и как он нас насилует наш разум. Поэтому не давайте ему возможности издеваться над нами, над нашей бедной головой. Я где-то читал то, что путь в ад, это путь в ад, путь в огонь. Но путь этот луковый украшает так, что мы по этой дороге бежим с радостью. То есть, ну, имеется в виду, что... И так тоже. Он и так проявляет свою волю. И вот уже подводя итоги, получается, что по этому пути можно бежать без воли. И воля для этого не нужна, для того, чтобы каким-то образом... Самого понесет. Да, самого понесет. И вот в этом случае... Только успевай ногами передвигать. Да, да, да. То есть, да. Но получается, что воля нам еще и дает возможность познавать, разбираться. Потому что, если у нас воля, в любом случае, воля в нас Божья должна быть и есть, потому что мы все созданы по образу и подобию Божью, то есть, слушая свою совесть, слушая свою волю Божью, мы способны в этом случае разобраться в том, что происходит в нашей жизни. Воля к познанию, воля к покаянию, воля к смирению. Прекрасно, дорогой отец. Я очень рад, что мы так, может быть, не очень подробно, но, во всяком случае, разобрали такую интересную тему, как воля и вера. Дорогой отец, благословите наших телезрителей. Пусть Господь благословляет нас всех и пускай воля Божия открывается для каждого из нас в смирении сердца. Спасибо, дорогой отец Александр Зайцев. Отец Александр Зайцев был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам, дорогие наши друзья, за ваше милосердие и за вашу заботу о нашем телеканале «Союз». До свидания и оставайтесь на Первом православном. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»